Здоровье в порядке, спасибо зарядке. Такой масштабный флешмоб развернулся на территории поймы реки Царица. Волонтеры-медики показали, как правильно и весело делать несложные, но такие полезные для здоровья упражнения. К сожалению, даже самый крепкий организм подвержен болезням, и предотвратить их гораздо легче, чем лечить. Профилактика, она наименее затратная, но она самая эффективная, это однозначно. Поэтому, если бы профилактические мероприятия проводились у нас очень часто, в прошлом году у нас в эпоху пандемии, к сожалению, их было меньше, но я вам обещаю на 100%, как именно региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее», что в этом году профилактических акций будет много. В это непростое время вопрос профилактики вирусных и других заболеваний – один из самых важных. В Волгоградской области его держат на контроле на самом высоком уровне и уже достигли определенных результатов. Динамика есть положительная, мы ее видим и по продолжительной жизни, и по уменьшению количества заболеваний, но все равно еще когорта больных достаточно большая, поэтому мы будем продолжать эту работу ежегодно и массово. В День здоровья в пойме царицы развернулись специальные пункты, где любой желающий может проверить работу сердца, пройти медосвидетельствование и другие процедуры. Во всех павильонах работают квалифицированные врачи и волонтеры-медики. Я считаю, что такие акции очень нужны. Во-первых, это просвещение людей, и мы стараемся нести здоровье в люди, чтобы потом к нам же меньше приходили на приемы. Прошлым летом Анна переболела коронавирусом. С тех пор женщину начали беспокоить боли в сердце, но дойти до поликлиники не было времени. Павильон здоровья стал отличным выходом из положения. Когда я узнал, что в Волгограде проходит акция, я работаю в страховой компании, мы сразу же приехали сюда и сами решили обследоваться. И благодарны, что такие акции проходят. Мы всегда участвуем, каждый год. Своё здоровье решила проверить и наша съёмочная группа. Всего несколько минут, и у нас на руках электрокардиограмма с расшифровкой. Текущее ваше показание – это норма. Это, если было бы отклонение, это очень высокое отклонение. То есть по этим показаниям вы смотрите свой результат. Если у вас норма, то в принципе всё хорошо. Если есть какие-то отклонения, надо желательно показаться кардиологу или терапевту. Следить за своим здоровьем надо регулярно. Только тогда можно избежать тяжёлых болезней и спокойно радоваться жизни. Ксения Колоскова, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1».